В пункте проведения экзамена нельзя пользоваться вспомогательными материалами, нельзя пользоваться средствами аудио-видеонаблюдения. Это только малый список того, что запрещено. Никаких металлических предметов, потому что на входе металлоискатель. Перед началом экзамена по русскому языку слегка волнуются все, даже сам министр образования. Хотя он с юмором вспоминает свой первый школьный экзамен. У меня по русскому языку в 11 классе была четверка, мы тогда писали сочинение, за сочинение была пятерка, как сейчас я помню, что мы писали по мотивам пьесы «Островского гроза». Значит, это была пятерка и четверка за русский язык, и было две ошибки. Одна из них ужасная, я помню ее до сих пор. «Рукоятка» слово я написал через «Д», потому что когда я стал проверять, мне показалось «рукоядочка». Родителям для экзамена отвели всего 30 минут, в каждом варианте по три задания, одно из которых сочинение. Даже при большом желании подсказать или воспользоваться шпаргалкой невозможно. По аудиториях установлены видеокамеры. У взрослых есть шанс быть удаленным. «Это первый раз я сдаю ЕГЭ, потому что когда я выпускалась ЕГЭМФО, сейчас изменилась процедура с использованием современных технологий. Ну да, есть некоторое волнение, что-то и видеонаблюдение». Кстати, сегодня родителей школьников не так уж и много. В основном это преподаватели университетов, ректоры и деканы. Хотя и они признаются, что было непросто. «Сложно, оказывается, рассчитать свое время, чтобы из черновика успеть переписать на часы. Я не успел». «Но это какую оценку вообще тогда рассчитываете?» «Ну, надеюсь, хотя бы на троечку». К слову, проверили. Работы на зависть настоящим выпускникам практически сразу. Все 30 участников экзамена перешагнули минимальный балл. Акция «Единый день сдачи ЕГЭМФО родителями» проходит в край уже пятый год. Она нужна для того, чтобы родители побывали на месте современного выпускника. Ведь нередко вместо того, чтобы стать группой поддержки, они невольно нагнетают обстановку и создают еще больше стресс, утверждают педагоги. Палентина Аскерова, Анара Шагирова, Николай Шелко. «День с толком».